Любовь не вздохи на скамейке. 92-летняя обитательница норвежского дома престарелых сбежала в Швецию к своему 87-летнему бойфренду. Ничего противозаконного, но персонал больницы бил тревогу и сходил с ума, ведь и на старуху бывает проруха, предупредить она их забыла. Причем оказалось, что в провал в памяти упало все. Позвонить врачам, взять с собой таблетки и вещи, деньги на обратную дорогу, все, кроме любимого образа. Нашедшей ее полиции, она пообещала вернуться в дом престарелых, когда устанет от возлюбленного. А пока ученые обещают научиться предотвращать провалы в памяти, генетики МГУ на неделе заявили, что нашли способ чинить ДНК, предотвращая нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, до сих пор считавшаяся абсолютным приговором. Механизм сложный, но ученые объясняют на пальцах. Разрывы в нити ДНК можно легко чинить и доставлять в них необходимые лекарства, спасая человеческую личность и память. Моя коллега Екатерина Березовская решила вспомнить о тех, чья память превратилась вдруг в чистый лист, частично или полностью, и тех, кто любит и ждет. Ее возвращение. У тех, кто слышит историю Наоми впервые, реакция всегда одинаковая. Такого не может быть. Точнее, может в кино, в книгах, где угодно, только не в жизни. Но литературным героем она, обычная жительница Манчестера, психолог по образованию, стала потому, что сама написала о себе две книги. И вымысла в них нет ни капли. Девушка, проснувшаяся в 1992 году, когда на дворе был 2009, реальность. Это было утром. Я открыла глаза и не понимала, почему я ни в своей детской комнате, ни на двухэтажной кровати, которую мы делились с сестрой, ни под своим розовым одеялом. Я вообще ничего не понимала, пока не увидела себя в зеркало. Это был шок. На меня смотрела 32-летняя женщина, когда я сама была уверена, что мне 15. И Наоми вовсе не помолодела душой. Просто в памяти не было ни малейшей зацепки о целых 17 годах жизни после колледжа. В ее реальности у телефонов были большие кнопки, принцесса Диана улыбалась с экрана, а на носу были экзамены. Смартфон и фотография постаревших родителей на прикроватном столике выглядели буквально как послание из будущего. Я металась по дому, вглядывалась во все вещи, искала хоть какую-нибудь подсказку. И вдруг я увидела фото мальчика лет 10. Он был так на меня похож, но я и понятия не имела, что это мой сын, Леон. С полным ощущением катастрофы Наоми набрала единственный номер телефона, который крутился в голове. Самая надежная служба спасения, школьная подружка Кэйти. На том конце провода ответил не такой звонкий, как раньше, но все же знакомый голос. Никуда не уходи, срочно выезжаю к тебе. Мы пошли к доктору, хоть я очень и боялась оказаться в больнице, но врач мне совсем не помог. Он просто мне не поверил. Сказал, пойдите домой, выпейте чаю, поспите хорошенько. Спустя неделю Наоми все же услышала диагноз – диссоциативная амнезия. Болезнь – загадка. Приходит внезапно, выбирает нередко молодых и на первый взгляд здоровых. Нарушает механизмы работы памяти, о которых ученым известно далеко не все. Наша память как огромная библиотека. В любой момент с полки можно достать томик и вспомнить первый день в школе, первое свидание или запах моря. Ученые уверяют, человек фиксирует абсолютно все еще до рождения. Но тогда почему на наших стеллажах памяти есть книги с пустыми страницами, стертые напрочь, часы, дни, а то и годы жизни, факты, которые внезапно исчезают и также внезапно появляются? Ответ в самой структуре запоминания. Долговременная и кратковременная память сохраняются в связях между нейронами, точнее, в местах контакта между ними, синапсах. Именно там отросток нейрона, передающий сигнал, аксон, встречается с участком, который этот сигнал принимает, дендрит. В случае кратковременной памяти связи между нервными клетками длятся минуты или часы. При долговременной памяти синаптическая связь устанавливается надолго. Но почему эти связи могут внезапно рваться, ученые не находят ответа. У Наоми долговременная память стерлась частично. Она, как ни в чем не бывало, садилась за руль, а вот о пристрастии к курению напрочь забыла. Впрочем, память хитра еще и не на такие выдумки, уверен лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Эрик Кандл. Самый драматичный случай – это так называемый пациент H.M. Его оперировал известный в 50-х годах нейрохирург Уильям Сколвилл. Операция была революционной. Когда H.M. был мальчиком, его ударили по голове, и у него было сильное повреждение мозга. Не помогали никакие лекарства, и он согласился, чтобы ему удалили поврежденную часть гиппокампа. Он отвечает за память и внимание. Припадки и боли прекратились. Но пациент навсегда остался настоящим. Фантастика в чистом виде. А вот еще одна удивительная история жизни. Джереми и Джастис были счастливыми молодоженами чуть больше, чем две недели, пока девушка не попала в аварию. Частичная потеря памяти. Тот самый счастливый день просто исчез из воспоминаний. Но любящий муж не растерялся. Я сказал, не страшно, а поженимся еще раз. Деньги на новое торжество, до которого пара месяцев, они собирают всем миром в интернете. Откликнулись тысячи людей. А вот этому мужчине 12 лет назад помочь было некому. Полная потеря памяти, месяцы скитаний, голод, жизнь на грани. До сих пор он не знает, кем был, как жил и почему потерял все. Волунов Виктор Иванович, 53-го года рождения, 3 апреля. 3 апреля его второй день рождения, когда чудом не замерз на улице. Имя, фамилию и отчество придумал. Возраст определил примерно. Сейчас Виктор работает, у него есть дом, но нет ответа. Может, все эти годы его все-таки кто-то ищет? Кто меня видит, узнает, отзоветесь. Узнавать сына, понимать, кто она и где, Наоми начала спустя 8 недель. Считала свои дневники, встречалась с друзьями, проводила время с семьей. И вот на поверхность вышло все самое страшное, что происходило с ней в те забытые 17 лет. Изнасилование, потеря бизнеса, злоупотребление наркотиками. Сильный стресс спровоцировал потерю памяти. Это редкие случаи, но бывает. Это защитный механизм нашего сознания. Таким экстремальным способом человеческая память борется с призраками прошлого. Звучит как фантастика, но это правда. Получается, память Наоми просто сама прошла перезагрузку и отказывалась давать хоть малейшую отсылку к прошлому, как бы подсказывая, надо начинать жить заново. Жизнь до амнезии была совершенно несчастливой. Я не заботилась о здоровье, постоянно была в депрессии. Мне казалось, что я неудачница. Амнезия как бы дала мне второй шанс. Она все поменяла. И я чувствую, что моя жизнь лучше. Я счастлива, что все так произошло. Ее уже третья книга не о внезапной потере памяти. О том, кто оказывается рядом с нами во время беды. Ведь единственным лекарством от недуга, который во многом остается тайной для специалистов, так часто становится просто любовь. Екатерина Березовская, Надежда Каширская и Андрей Масляхов. Первый канал.